Здравствуйте, меня зовут Олег Цубко, я работаю в Институте космических исследований Российской Академии Наук. Большое спасибо Сергею за приглашение. Он проделал геройскую работу, когда я не прислал аннотацию вовремя, Сергей написал ее сам, и она получилась неплохой, а потом я попросил его заменить на свою, которая была максимально более нудотная. Вот я работаю в группе Бесноватого Когана, профессора в Институте космических исследований, еще мы взаимодействуем с немецким ученым Фолькером Перликом. Я хотел бы понять, аудитория, насколько... Тут есть люди, студенты технических специальностей или нет? Вот кто технических специальностей? То есть их меньшинство, правильно? Ну, в общем, у меня здесь будет несколько формул, но они не будут влиять на, скажем так, на восприятие. Вы можете понять все, даже их и не рассматривая. Так, значит, о чем будет сегодняшний доклад? Значит, ну, во-первых, мы поговорим об отклонении света гравитации, гравитационным полем. Будет немного истории, как это все исследовалось, потом основные эффекты. И вот самая модная штука, стоило написать об этом в аннотации, это тень черных дыр. Значит, поскольку доклад у нас планируется научно-популярный, вот здесь я привожу научно-популярный перевод, о чем этот доклад будет. Значит, во-первых, почему физика в четверица в глазах, потом опять Эйнштейн говорит то одно, то другое, красивые картинки, и в конце про фильм «Интерстеллар», в котором такой физик Кип Торн, который недавно получил Нобелевку, был одним из авторов идеи. И вот картинку из этого фильма «Интерстеллар», ее сейчас пихают все время как за обложку для всяких научно-популярных докладов, иногда даже без повода. Так, ну, значит, что такое гравитационное линзирование само по себе? Значит, гравитационное линзирование — это такой широкий класс различных явлений, связанных с отклонением света к гравитации, к гравитационным полям. Ну вот давайте мы сначала обсудим... А, нет, вот. Значит, для затравки вот такая картинка. Представьте себе, что вы стоите вот на лужайке, вот где-то тут, и смотрите на вот это здание, вот недалеки от вас. Ну вот здание как здание. А теперь давайте представим, что мы между вами и этим зданием поместим черную дыру. с массой, там, по-моему, порядка массы Юпитера. Тогда вместо вот этой штуки вы будете видеть вот что. Подразумевается, что с самим зданием и с вами ничего не произойдет. Это просто то, что вы будете видеть, вот таким вот сильным образом исказиться. Значит, обратите внимание, что здесь две картинки. Вот здание, и здесь оно два раза. Вот одно изображение, и вот второе перевернутое. То есть вы видите два изображения одного и того же здания. Да. А что измечается? Это отличный вопрос, ответ на который будет на следующем слайде. Значит, давайте обсудим, почему мы видим и как мы видим. Значит, мы видим, потому что лучи света от предмета попадают к нам в глаза. Это могут быть лучи, фотоны или испущенные предметом, или отраженные им. В зависимости от того, при этом, в каком они диапазоне спектра находятся, то есть какая у них, грубо говоря, частота или длина волны, в зависимости от этого мы воспринимаем этот свет разного цвета. То есть свет — это электромагнитная волна, то есть колебания электрического магнитного поля, распространяющиеся в пространстве. И вот одна из характеристик такой волны электромагнитной — это ее частота или длина волны. И вот в зависимости от того, какая это частота у этой электромагнитной волны, свойства распространения этой электромагнитной волны могут быть очень разные. В том числе рентгеновские волны, радиоволны, видимый свет, все это относится к электромагнитным волнам, просто у них разная частота. И, например, если рентгеновское излучение и радиоизлучение, оно может проходить через какие-то объекты, то видимое излучение, то есть излучение определенных частот, которые мы можем воспринимать глазом, оно вот, если я рукой закроюсь, то я уже не вижу, что за рукой. А в рентгеновском аппарате вы бы все прекрасно увидели. Вот. Я ответил? Нет. Какой был? Что излучает свет? Да, значит, здесь, да-да, окей. Значит, вот на этом слайде, смотрите, значит, на этом слайде свет – это отраженный свет от здания. Лучи света, которые, там, не знаю, здание освещается солнцем, лучи света, отраженные от солнца, попадают к нам, и вот отраженные лучи в нашем глазу мы видим. Простите. Вопрос, вы опять не поняли. Вы уже сказали, что мы черную дыру ищем. Да, да. Но, как известно, черная дыра, она поглощает свет. Да, но мы ее здесь не видим на этой картинке, она очень маленькая. То есть она исказила для нас. Черная дыра сама по себе действительно не светит, она здесь где-то между нами находится, но она слишком мала, чтобы мы ее заметили на этой картинке. То есть она только… Все, что мы видим, это как бы эффект от нее, то, что она исказила те объекты, которые находятся за ней. Понимаете? Я думаю, просто здесь имеется не то, что мы видим какое-то изучение из нее. Не-не-не-не, ни в коем случае. Собственно, последняя часть доклада, там как раз она и будет посвящена тому, как мы, собственно, саму черную дыру можем в кавычках видеть. Так, значит, мы видим, потому что лучи света попадают к нам в глаза. Если что-то преградит нам путь от луча, путь от предмета к нам в глаза, то есть, например, вот тут рукой закроюсь, то лучи света не попадут в глаз, то мы этого предмета не видим. Это тоже понятно. Значит, и следующая важная вещь. Если по какой-то причине лучи света, отраженные или спущенные предметом, на который мы смотрим, они идут к нам, но при этом они идут не по прямой линии, а как-то в процессе этого движения они куда-то зарулят, а уже потом придут к нам в глаз, то тогда мы увидим этот предмет не там, где он на самом деле находится, а в другом месте, потому что нам нужно будет как-то наш глаз, голову, телескоп или оптический прибор повернуть в другое место, чтобы этот луч к нам попал. Ну вот, например, классические примеры в обычной жизни, это так называемое преломление, то есть, это изменение траектории света за счет того, что свет движется в оптически неоднородной среде, то есть, там разные плотности, разные показатели преломления, какие-то границы раздела сред. Ну вот, например, рыбка, вот здесь она плывет, а луч света от нее, он вот так вот идет наверх, а здесь вот эта вода, это воздух, вот на этой границе раздела он преломляется, падает к нам в глаз. Соответственно, мы, нам кажется, что вот так мы, вот в этом направлении мы должны смотреть. Если мы сюда посмотрим, мы рыбу не увидим, потому что лучи света, они, идущие вот по этой линии, к нам не придут. Луч света идет вот так, и, соответственно, чтобы увидеть рыбу, мы должны смотреть в этом направлении, и рыба нам будет казаться, что она здесь. То есть, это как стандартный пример, что родители говорят детям, что не прыгайте в неизвестный водоем, потому что кажется, что дно гораздо ближе, чем оно на самом деле. Вот тот же самый эффект. Родители имеют в виду именно это, что преломление на границе раздела сред. Значит, ну и второй эффект, тоже известный нам из обычной жизни, это зеркало. Значит, вот здесь вы видите, что от свечки идет, во-первых, луч прямой к нам в глаз, но, во-вторых, существует другая возможность, как этот луч от свечи может к нам попасть. Вот если он пойдет вот в этом направлении, то он здесь отразится от зеркала и тоже придет к нам глаз. И, соответственно, вокруг этой свечки у нас такая система вот с этим зеркалом, что мы будем видеть два изображения одной и той же свечки. Вот одно это вот это, если мы будем смотреть вот в эту сторону, а другое изображение мы увидим вот тут в зеркале, если будем смотреть туда. Два изображения того и того же предмета. Значит, все это происходит, мы все это знаем из обычной жизни, вы, как говорится, можете сунуть ложку в стакан, и все это увидите, что она будет такая поломанная типа. В обычной жизни мы вот это все наблюдаем, но есть и другие причины, почему свет может отклониться от прямолинейного распространения. Вот оказывается, что если свет проходит около массивного тела, то его траектория тоже изменится. Луч света, как это сказать-то, будет загибаться. Вот смотрите, например, вот картинка. Вот есть какое-то массивное тело, точечная масса. И вот идет луч. Вот эта штука называется прицельным параметром. Этот термин понятен, нет? Ну, то есть, если бы, например, лучше бы опустил пониже, вот тут бы он был, то прицельный параметр был бы меньше. Если бы я вот так пустил лучше, прицельный параметр был бы равен нулю. Значит, и вот что-то. То есть, это тангенс. Тангенс чего? Угла отности. Ну, как бы, тут прицельный параметр выступает, наоборот, внешним параметром. То есть, зная его, мы можем получить угол. Ой, господи, так. Плюс, на самом деле, тут все углы считаются малыми, поэтому там вообще неважно, тангенс это аргумент этого тангенса, или синус, или вообще, оно все примерно равно друг другу, кроме косинуса. Значит, так вот, луч, идущий мимо вот этого массивного тела, он, видите, вот будет загибаться за счет вот этого наличия здесь этого массивного тела. То есть, это другая причина, почему свет может изменить направление своего движения. Собственно, вот это называется гравитационным линзированием, вот этот эффект. То есть, это по аналогии с обычными линзами, которые, почему линзы отклоняют свет, тоже потому, что она представляет собой нарушение однородности вот этого пространства, через которое распространяется свет. То есть, вот эта граница раздела стекла-воздух, вот эта форма специфической линзы. И вот здесь тоже свет загибается, и вот это называется гравитационным линзированием. Значит, теперь может возникнуть вопрос, почему вообще свет отклоняется вот этим массивным гравитирующим телом. Значит, вот обычно здесь в научно-пулярных лекциях приводят вот такое объяснение на пальцах, что вот можно представить себе, что у нас массивное тело, оно как бы искажает пространство вокруг себя, как говорят, искривляет. То есть, если у нас массивного тела нет, просто вакуум, то у нас пространство, как говорят, плоское. Плоское значит, что у нас, например, сумма углов в треугольнике равна 180. Вот, плоское пространство, то, в котором мы привыкли с вами жить, мы на практике не наблюдаем никаких отклонений от, ну, в нашей обычной жизни не наблюдаем никаких отклонений от того, что пространство плоское. Вообще мы, в принципе, в обычной жизни никаких релятивистских эффектов не видим, связанных ни со временем, ни с искривлением пространства. Так вот, при этом в общей теории относительности считается, что вот это массивное тело, оно как бы искривляет пространство вокруг себя. И вот это можно графически изобразить. Вот представьте себе, что есть некая, не знаю, тетрадный лист, что ли, сетка такая с квадратиками. И вот эта сетка такая упругая, типа, как будто это на резине нарисована эта сетка. И вот если вы на этот, не знаю, лист резины, что ли, положите нечто тяжелое, то вот эта сетка как бы прогнется под этим предметом, и вот она как бы натянется, и вот эти уже, все вот эти клеточки рядом с ней станут такими, ну они уже не будут квадратики, это будут какие-то странные изогнутые фигуры. Вот. И, соответственно, теперь, если я здесь вот по такой вот сетке изогнутой пущу луч, то получится, ну, нечто следующее, что как бы вот луч как бы идет прямо, но само пространство искривлено, если очень грубо говорить. И, соответственно, получается, что он искривится. Вот есть еще хорошая аналогия, что-то видео надо было добавить. Вот если вы, например, возьмете блюдечко и перевернете его вверх дном, вот тарелку такую выгнутую, чтобы там был радиус кривизны какой-то, и вот положите ее на стол, если вы теперь по ней пустите скотч, ну, клейкую ленту, вот так вот, и чтобы она прошла по краю этой тарелки, то этот скотч загнется. Если вы просто клеите скотч на стол, то будет прямая линия. А если вы вот положите тарелку и поверх нее пустите скотч, то вот он загнется. Вот это что-то вроде этого же. Так. Теперь вот такая веселая картинка по поводу этого объяснения. Значит, вот я тут переведу. Значит, понимание гравитации. Вот как бы учитель объясняет ученикам, что пространство-время это что-то вроде вот такой рифленый, рифленого листа, и массивные объекты искажают вот этот лист. И вот студент ему говорит, что подождите, они его искажают, потому что они как бы вниз давят, но что их тянет вниз-то? И как бы этот профессор говорит, о боже мой, и говорит дальше, что пространство-время это что-то вроде набора уравнений, для которых любая аналогия это будет просто аппроксимация. Так, ну и вот, соответственно, у меня тут лист с самым большим количеством формул в этом докладе. Мне тут остановиться? Сказать что-то или как? Окей. Значит, смотрите, пара слов по поводу специальной теории относительности и общей теории относительности, так сказать, в самом общем понимании. Значит, когда мы говорим про специальную теорию относительности, которую в 1905 году Эйнштейн придумал, в ней могут рассматриваться тела, объекты, которые движутся со скоростями, сравнивающимися со скоростью света. Собственно, причина того, почему мы в обычной жизни не видим никаких проявлений специальной теории относительности, в том, что у нас тела всегда движутся крайне медленно по сравнению со скоростью света. Скорость света очень большая. Значит, но при этом вот специальная теория относительности, гравитационное поле, вот эта штука, это гравитационный потенциал. Гравитационное поле мало в некотором смысле. То есть для того, чтобы проявились эффекты общей теории относительности, нужно, чтобы что-то очень массивное было сконцентрировано вот в очень компактном объеме. Ну, как говорится, например, черная дыра. Так вот, общая теория относительности появилась 10 годами позже, в котором уже можно было рассматривать тела любой массы, в том числе и которые на очень компактных объемах сконцентрированы. Так, ну, сейчас еще пара заумных комментариев. Значит, вот для тех, кто уже проходил что-то вроде теории поля, вот смотрите, в специальной теории относительности есть такое понятие метрика. Это, собственно, она описывает четырехмерное пространство, то есть три пространственные координаты и время. Вот dx, dx, dz, это пространственные координаты, и c, dt, c здесь стоит для размерности, чтобы была размерность длины. Вот эта штука есть метрика, она описывает плоское пространство-время. Ну, отсюда, собственно, исследуют всякие эффекты специальной теории относительности, потому что вот эта штука не должна меняться, и вот, соответственно, время, пространство связаны с друг другом и так далее. Так вот, а в общей теории относительности, вот это как будто бы мы взяли, и вот здесь добавили еще коэффициенты, которые зависят от этих же t, x, y и z. И получилась такая, то есть мало того, что добавили вот тут коэффициенты какие-то, еще появились перекрестные слагаемые, типа там dx, dy, dz, dt, dx, и там тоже какие-то коэффициенты. И все это вместе, вот такая вот матрица G, которая называется метрическим тензором, и вот это и, к, и, к, вот здесь повторяющиеся, по ним суммирование происходит, то здесь реально по и 4 раза 0,1,2,3, вот как здесь, и по k тоже 0,1,2,3, то здесь реально 16 слагаемых. Вот, и вот это общая теория относительности. Например, вот метрика сферически-симметричного тела, в том числе сферически-симметричной черной дыры, она имеет вот такой вид, просто для примера. Так, ну, на этом практически все формулы здесь закончились. Если вот вы даже это не ухватили, это, в общем, не важно. Это нам особо не потребуется. Значит, и так, вот, как и уже была показана эта картинка, из общей теории относительности следует, что вот луч, проходящий с неким прицельным параметром, отклонится на вот этот угол альфа. Значит, ну, что здесь важно понять, что чем более массивное тело, тем на больший угол от тела луч света отклонится. Чем ближе он подойдет в процессе пролета мимо к этому массивному телу, тем тоже он отклонится на больший угол. Ну, вот, если смотреть на формулу, то вот здесь масса в числителе, то есть чем больше масса, тем больше угол, а b прицельный параметр в знаменателе, то есть чем меньше прицельный параметр, чем ближе эта штука, луч проходит к телу, тем на больший угол отклоняется. Ну, и теперь вот немного истории. Значит, как всегда, все уже там, все мысли высказал Ньютон. Вот Ньютон когда-то очень давно написал следующую фразу, что а может быть тела действуют на лучи, вот на каком-то расстоянии, и вот это действие этих тел, тяготеющих, отклоняет лучи, и тогда, может быть, самое сильное действие этих тел будет тогда, когда луч будет проходить на минимальном расстоянии. Ну, то есть, в общем, вся мысль совершенно правильно сказана. И дальше было несколько товарищей, которые вывели этот угол отклонения, вывели неправильно. Значит, как эти люди выводили, вот, все люди вплоть до Эйнштейна, как выводился вот этот угол. Значит, в то время, до появления всяких Фринеля и Максвеллов, и всяких вот этого дифракции, интерференции, считалось, что свет представляет собой, ну, набор частиц, как говорят, корпускул. Вот, соответственно, тогда вы можете просто, используя законы Ньютона, Ньютоновскую механику, решить следующую задачу. Давайте представим, что у нас есть массивное тело, и мимо него летит какой-то, как говорят в физике, пробная частица, то есть, гораздо больше, гораздо меньше массы. И вот, мимо одного тела летит другое тело, ну, то есть, вот, картинка примерно та же самая, ой-ой-ой. Только вот здесь представьте, что частица летит, вот, мимо. И вот тогда, в принципе, вы можете решить задачу, что вот у нее есть прицельный параметр, на какой угол она отклонится. И тогда там выясняется, что ответ, он не будет зависеть от массы вот этого пролетающего тела. Ответ будет зависеть только от массы центрального тела. То есть, масса вот этой маленького тела, которое мимо летит, она выпадает там в процессе решения. Но ответ будет зависеть от скорости, с которой эта частица, вот эта корпускула летит мимо большой массы. От скорости будет зависеть. Вот здесь скорость есть в знаменателе. Так вот, если мы будем считать теперь, что свет это набор частиц, двигающихся со скоростью света, тогда мы можем просто подставить v поделить на v равно c, и вот получится такая формула. Значит, как видите, она отличается от правильной ровно в два раза. Вот здесь стоит четверочка, а здесь стоит двоечка. То есть, короче, вот эти люди, Ковендиш, Золднер, они вот использовали такое ньютоновское приближение, но ответ это приближение дает неправильное. Кстати говоря, тут еще может возникнуть вопрос, что в принципе, почему мы считаем, что у этой карпускулы есть масса? Сейчас-то мы знаем, что у фотона масса ноль, то есть он с точки зрения ньютоновской теории вообще отклоняться не должен. Так вот, а дальше Эйнштейн в 1911 году, значит, еще раз смотрите, специальная теория относительности появилась в 1905 году, а общей теории относительности в 1915, то есть общей теории относительности еще не было. Так вот, тогда Эйнштейн, используя только специальную теорию относительности, тоже вывел этот угол, который совпал с вот этим углом, выведенным из ньютоновской механики, но он тоже был неправильным. Значит, что произошло дальше? А, ну вот, да, Эйнштейн, вот это то, что я уже сказал, общей теории относительности еще нет, Эйнштейн получил такую же формулу из специальной теории относительности. Значит, в 1914 году должно было быть солнечное затмение на территории России. Солнечное затмение, это будет на следующем слайде, это очень хороший способ проверить этот эффект, существует он или нет. И должны были в 1914 году состояться наблюдения на территории России этого затмения и проверка вот этого предсказания. Но началась Первая мировая война, и наблюдения не состоялись. И в некотором смысле Эйнштейну очень повезло, потому что эта формула была неправильной. В 1915 году Эйнштейн придумал, значит, общую теорию относительности, и в ней он получил, уже исходя из общей теории относительности, он получил формулу правильную, которая, как видите, она ровно в два раза больше вот этой. И в 1919 году было солнечное затмение уже не на территории России, было две экспедиции, и эффект был подтвержден наблюдениями. То есть реально вопрос стоял так, что или, ну сейчас я на следующем слайде еще раз покажу, что конкретно делалось. То есть вопрос стоял так, что или отклонения нет вообще, или оно вот такое, ньютоновское, или оно вот такое. Ну и результаты этих наблюдений, в общем-то, с большой погрешностью, но убедительно продемонстрировали, что все-таки угол отклонения вот такой вот. Ну и Эйнштейн после этого стал еще более известным, чем раньше. То есть, грубо говоря, заголовки New York Times были, что вот, значит, эффект подтвержден и так далее. Теория относительности верная. А значит, как этот эффект можно посмотреть во время солнечного затмения? Значит, вот смотрите, представьте себе, что у вас есть небо со звездами. Вот такое вот. Ну, если никаких массивных тел между этими звездами и вами нет, то вот свет как шел от этой звезды, так он прямо к вам в глаз и пришел. А теперь представьте, что у вас около той линии, около вот этого луча, идущего к вам, находится какое-то массивное тело, например, Солнце. Тогда Солнце, а, ну вот, вот тут это изображено. Значит, тогда свет от звезды, вот где она, actual location, то есть где она на самом деле находится, он пойдет вот так, за счет гравитации Солнца он отклонится и придет на Землю вот здесь. Соответственно, на Земле будет казаться, что звезда вот здесь, в другом месте. Значит, в обычное время, то есть просто днем, мы это увидеть не можем по массе причин, да. Солнце слишком ярко светит, у Солнца есть корона, звезд мы тоже, в общем-то, днем не видим. То есть в свое время Эйнштейн написал там письмо астроному Хойлу, Пассадену, что, дескать, а можно это как-то без затмения? Тот ему сказал, что нет, только за затмением. И вот как это увидеть во время затмения? Во время затмения вот у нас есть вот этот вот солнечный диск. У нас достаточно темно, солнечный диск заслонен, у нас достаточно темно, что мы видим звезды. И вот смотрите, у нас вот звезда была вот здесь, а мы ее во время затмения увидим вот здесь. Она, видите, как бы сместилась. Вот эти звездочки, они тоже сместились, но уже на меньшую величину. Ну и вот эти почти не сместились. Ну и вот здесь то же самое. Вот эта сильно сместилась, когда мы подальше отходим, прицельный параметр становится меньше, эффект меньше, соответственно, здесь они поменьше сместились. И вот измеряя вот эту разницу в угловом положении, мы можем понять, на какой угол они были отклонены. Подразумевая, что эти лучи прошли вот около края солнца. В результате этого возникает такое красивое явление, что если свет проходит по разные стороны от линзы, то у вас может возникнуть два изображения одного и того же источника. Ну вот смотрите, вот на этой картинке, о господи, так, на этой картинке вот источник. Если лучи света пойдут по разные стороны от линзы, то мы увидим два изображения. Вот что видит наблюдатель. То есть вот эта картинка как бы сбоку, а вот то, что видит наблюдатель. Вот линза, вот это источник, который мы не видим. И вот мы увидим два вот таких изображения деформированных. То есть вот самый тут такой красивый эффект линзирования в том, что возникает на небе несколько изображений одного и того же удаленного источника. Эйнштейн в 1936 году написал, что вот это явление, что у нас будет два изображения одной и той же удаленного источника, что мы два сможем увидеть, это вообще вряд ли когда-нибудь можно будет наблюдать. Там вообще была какая-то отдельная история, что к нему приехал какой-то, странно все это звучит, к нему приехал некий чешский инженер по фамилии Мандал и попросил Эйнштейна рассчитать этот эффект. Эйнштейн это сделал, послал этот журнал и написал редактору, что он написал вот это, и что вряд ли мы это сможем наблюдать, но давайте это типа опубликуем, пусть бедный парень будет доволен. Понятия не имею, как вообще все это происходило, как вот это, он просто взял и приехал к Эйнштейну. Так вот, а дальше появился такой товарищ, которого звали Фридс Свики, который сказал следующее, что, ну вот Эйнштейн, собственно, когда все это описывал, рассчитывал, он считал, что в качестве линзы будет выступать звезда. Звезда, ну то есть звезда, там условно, одной солнечной массы. Обычно в астрономии используется для единицы измерения массы солнечная масса. Так вот, а вот этот Фридс Свики сказал, что, так собственно, зачем нам брать звезду, давайте мы возьмем в качестве линзы не одну звезду, а целую галактику или скопление галактик, у которых там масса будет, ну в миллиард раз больше. И тогда он написал, что вот возможность того, что вот не было это скопление, что вот это скопление будет действовать как гравитационная линза, это будет вот практически точно, что мы сможем это наблюдать. Ну потому что вот это вот расстояние между этими двумя изображениями, оно будет тем больше, чем больше масса линзы. Ну, кстати, тут надо отметить, что до сих пор точность наблюдения не дошла до такого уровня, что если у нас масса линзы это просто вот одна звезда, то мы до сих пор вот эти два изображения различить не можем. Различаем только, если это действительно галактика или скопление. Кстати, еще один комментарий. Вот этот вот Фридс Свики, это был, собственно, первый человек, который сказал про темную материю, которая упоминалась в прошлом докладе. Это был первый человек, который сказал, что вот галактики в скоплении движутся не так, как должны, и там явно есть какая-то скрытая масса. Ну, естественно, там в течение лет 50 это воспринималось примерно вот так. Так, ну, с гравитационным линзированием опять-таки. Вот в 63-м году были открыты квазары. Квазары — это такая штука, это так называемые активные ядра галактик. То есть вот мы считаем сейчас, что, скажем так, это хорошо установлено, что в центрах галактик находится, в центрах многих галактик находится черная дыра, сверхмассивная черная дыра, большой массы. Например, в центре нашей галактики находится, это уж точно хорошо установлено, находится черная дыра с массой там 3 или 4 миллионов масс Солнца. Так вот, если на такую черную дыру в центре галактики идет, скажем так, большой поток вещества падает на нее, то вот этот поток вещества светит, и для удаленного наблюдателя вы имеете такой источник, который, во-первых, очень точечный, очень маленький, но при этом очень яркий, потому что там выделяется колоссальная энергия. И вот для гравитационного линзирования эти источники очень хороши, потому что они яркие, точечные, плюс они очень далеко. То есть больше вероятность, что в процессе того, как луч света от них идет, что он наткнется на какую-нибудь галактику или скопление галактики, которая послужит линзой. Так, ну, в общем, много народу этим занималось, в том числе вот были наши соотечественники Ингель и Бялка, но в целом был такой скепсис, типа, что люди как бы занимаются чем-то таким, что, в общем, вряд ли удастся когда-нибудь увидеть. Но вот уже в 79-м году первая наблюдательная система была открыта. То есть было показано, что, сейчас на следующем слайде эта картинка будет, что вот действительно мы видим два изображения одного и того же источника. Ну, собственно, вот она, картинка. Это первый наблюдательный пример гравитационной линзы, то есть в 79-м году. Вот, значит, на этой картинке, смотрите, у вас А и Б, это один и тот же вот этот вот удаленный источник света, квазар. А вот это вот, это ядро той галактики, которая линзирует, которая приводит к тому, что вы видите два изображения, а не одно. Так, значит, еще один эффект, который возникает при таком линзировании, это деформация изображения. Значит, вот смотрите, здесь я показываю, картинку, где опять-таки вот есть источник света, массивное тело линза, наблюдатель и два изображения этого источника. Вот если я вот какую-то внутреннюю структуру нарисую этого источника, который мы не видим, то вот смотрите, какие получатся изображения. Вот здесь и вот внутренняя структура тоже видна. Вот получатся такие два, таких, две вытянутых дуги. То есть, если у вас источник, он не точечный, а вот у него есть какой-то заметный размер, то есть вот такой кружочек на небе, то изображения от него будут вот сильно вытянутыми. На этой картинке вот я показываю, что если мы... Значит, смотрите, еще раз. Вот это то, что видит наблюдатель. Вот это источник, который наблюдатель не видит, это линза, а это два изображения. Вот если я этот источник буду двигать к линии, соединяющей... Вот к этой линии буду двигать, к линии, соединяющей наблюдателя и линзу, то есть вот этот источник буду двигать ближе к центру, как бы, вот здесь, то тогда у меня дуги будут становиться больше. Они будут более искаженными, у них будет больший угловой размер. И вот чем ближе я двигаю это к центру, тем они становятся больше. И если у меня источник линзы-наблюдатель находится на одной прямой, то тогда мы получаем кольцо, которое называется кольцом Эйнштейна или кольцом Эйнштейна-Хвольсона. Это наблюдательные примеры, это наблюдение того, как такие кольца и дуги выглядят. То есть это наблюдается. Вопросы, может быть? Так, дальше, по поводу того, что у физиков четверится в глазах. Вот на самом деле может быть не два изображения, а три, четыре, пять и так далее. Если у вас линза, это не просто какой-то точечный объект, точечная масса или сферически симметричная, а если у линзы есть какая-то более сложная структура, например, с отклонениями от сферической симметрии. В этом случае вы можете увидеть, например, четыре изображения того и того же объекта. Вот здесь картинка Клаверлиф Квазар, это Квазарлист Клевера. Вот так это выглядит на наблюдениях. Вы видите четыре штуки, вот это одно и то же на самом деле, а вы видите их четыре раза. Самый известный пример таких систем, это, конечно, Крестенштейна. Вот он. Здесь опять-таки ABCD, это четыре изображения одного и того же удаленного источника Квазара, а в центре это ядро линзирующей галактики. Значит, важно отметить, что вот Крестенштейна все время как бы приводят как иллюстрацию, на самом деле таких систем очень много, их уже больше сотни, даже больше. Вот, например, если загуглить вот Gravitational Lens Database, там будет такая база, Кестелс называется, замок. С нее я взял оттуда картинку, которую я показывал с замком в начале. И вот там куча красивых изображений, где вот несколько изображений того и того же источника. Так, ну, тут я не буду подробно обсуждать. Значит, еще такой важный момент, что поток света от вот этих изображений, он отличается от потока света, который был бы, если бы гравитационного линзирования не было. Потому что площадь, угловой размер вот этих дуг, он больше, чем, ну, по крайней мере, одной из них. Вот у этой больше размер, чем у этой, чем у самого изображения, чем у самого источника. То есть, соответственно, может происходить усиление потока для наблюдателя при гравитационном линзировании. И это люди тоже видят. Ну, в общем, и так, основные эффекты. У нас есть изменение углового положения. У нас возникают многократные изображения одного и того же источника. У нас может быть усиление потока за счет линзирования. То есть поток от изображения больше, чем поток от самого источника. Потом деформация, изменение формы. Ну и, кстати, вот еще есть такое явление, как временная задержка. То есть, поскольку эти два луча или несколько лучей идут по разным траекториям, то они приходят к наблюдателю в разное время. И вот совсем недавно, там пару лет назад, таким образом было предсказано повторное появление сверхновой. То есть, один раз сверхновая вспыхнула на небе, но поскольку там была система линзовая, то ее просчитали и сказали, что вот через некоторое время должна появиться следующая вспышка, как бы в другом изображении. И предсказали, когда, и оно действительно случилось. Так. Кстати, есть статья в журнале «Природа», научно-популярная, за моим авторством, как раз про этот случай. Они выкладывают статьи в журнале «Природа» где-то через год, они становятся в свободном доступе. Так что... Значит, теперь вот лирическое отступление. Я прям до себя пометил, чтобы не забыть. Вот гравитационное линзирование – это не очень частый пример в астрофизике, когда явление сначала предсказывается, а потом наблюдается. Обычно в астрофизике все происходит наоборот. Что-то странное люди видят на небе, странное и непонятное, а потом долго и муторно пытаются это объяснить. То есть так сверхновые. Ну, никто же не думал, что вот они будут вспыхивать. Но вот они вспыхнули, и дальше люди пытаются до сих пор смоделировать, как же это получается. Потом пульсары, гамма-всплески. И опять же, что очень важно, темная материя и темная энергия. Это то, что с довольно хорошей точностью известно из наблюдений, то есть состав современной Вселенной довольно хорошо известен из наблюдений. И вот как было на прошлой лекции как раз сказано, что большую часть, 95% энергии, плотности энергии во Вселенной, это 25% темная материя, еще 70% темная энергия. Это видно из наблюдений. Ну, тут надо понимать, что когда мы говорим о темной материи и темной энергии, это просто некое такое, ну, когда физики не знают, что вот это такое, они придумывают термин, как известно. Это просто некое обозначение для вот, не знаю, объектов, что ли, как сказать, определенных свойств. То есть вот некие свойства этой темной материи и темной энергии известны, но тем не менее вот эта темная материя, она считается, что она состоит из каких-то частиц, но эти частицы при этом не открыты. То есть у нас есть какие-то наблюдения, которые мы пока что не можем очень хорошо объяснить в астрофизике. А вот к гравитационному линзированию все наоборот. Вот сначала был предсказан эффект, а потом его вот искали, искали и нашли. То есть я на одной конференции слышал, что гравитационное линзирование, вся история гравитационного линзирования, это история такого перманентного пессимизма, потому что там было несколько стадий, когда говорили, ну, нет, вот это мы не увидим. Потом еще какое-то было предсказанное явление, они тоже говорили, да, нет, мы это тоже не увидим. Но потом это таки видели и видели. Ну, это еще один, кстати, пример того, что когда сначала было предсказано под комнатой открытой, это гравитационные волны. То есть люди уже лет 50, ну, то есть 100 лет назад были предсказаны в общей теории относительности гравитационные волны, и где-то лет, не знаю, лет 50 назад их начали искать. Их никак не находили, долго-долго-долго упорно искали, ничего не находили, но при этом люди, ну, практически никто не сомневался, что они есть. И вот, соответственно, пару лет назад, наконец-то их гравитационные волны прямым, скажем так, способом зарегистрировали на наземных деталях, и за это дали вот Нобелевку, в том числе упоминаемому выше, Кипу Торну. Давайте вот теперь что обсудим. Может ли фотон отклониться, вот этот луч света, состоящий из фотонов, может ли он отклониться сильнее? Все, что мы до того описывали, все вот эти наблюдательные проявления гравитационного линзирования, которые с хорошей точностью промерены, все это описывается вот этой формулой Эйнштейна, вот этим углом отклонения Эйнштейна. Но эта формула верна только для случаев, когда углы малы. Углы в наблюдениях действительно очень малы, поэтому это приближение очень хорошо работает, им можно ограничиться в большинстве случаев. Но эта формула приближенная, если вы хотите посчитать угол отклонения, когда прицельный параметр вот очень мал, уже там, то нужно, и когда углы отклонения будут большими, нужно там использовать более сложную формулу. Так, что я тут написал? Ну вот этого приближения я написал вполне достаточно для объяснения всех наблюдательных вещей, но в линзировании теория обычно опережает наблюдение. Значит, чтобы фотон отклонился сильно, нам нужно, чтобы прицельные параметры, то есть расстояние, на котором, грубо говоря, подлетит луч света, когда он летит мимо массивного тела, чтобы они были сравнимы с размером черной дыры. И что тогда здесь можно делать, если мы рассматриваем такую ситуацию? Здесь две вещи можно рассматривать. Во-первых, это так называемые изображения высокого порядка, и сейчас я их дальше покажу. И во-вторых, вот заключительная часть моего доклада будет про тень черных дыр. Значит, ну вот, во-первых, когда большие углы отклонения. Вот на этой картинке показана вычисленная численно траектория. Вот смотрите, вот отсюда налетают лучи. Вот черная дыра. Соответственно, ее размер, это размер горизонта черной дыры. И вот налетают лучи с разным прицельным параметром. Но на этой картинке как раз, наверное, можно понять, что имеется в виду под прицельным параметром. Вот они. И вот смотрите, те, которые довольно далеко летят, вот они отклонились и улетели. Вот отклонились и улетели. Но видите, чем ближе этот, ну, чем меньше этот прицельный параметр, чем ближе, соответственно, вот фотон подлетает к этому черной дыре, тем на больший угол он отклоняется. И в конце концов они просто начнут захватываться черной дырой. Если они вот летят с вот таким вот прицельным параметром, они просто поглотятся черной дырой. То есть часть фотонов, она пролетит мимо и улетит опять на бесконечность, а часть захватится черной дырой. Между этими двумя ситуациями лежит следующая асимптотическая ситуация, что у вас луч света может несколько раз обернуться вокруг черной дыры, вот он подлетает, и вот если точно подобрать то, как он подлетает, прицельный параметр, то он может несколько раз обернуться и уже потом улететь на бесконечность. Ну вот, кстати, вот эту штуку называют радиус вот этой вот круговой орбиты, этой круговой неустойчивой орбиты вокруг черной дыры, и она называет, скажем, нет, лучше так, поверхность, составленную из этих круговых орбит, называют фотонной сферой. То есть фотонная сфера, она имеет размер полтора градационных радиусов черной дыры, и на ней у вас много-много круговых орбит неустойчивых. То есть, например, если вы, как обычно пишут в книгах, если вы стоите на черной дыре и смотрите наверх, то вы видите светящееся небо, вы видите вот эту фотонную сферу, если вы вот здесь находитесь на поверхности черной дыры. Ну или, например, если вы на этой фотонной сфере, где круговые орбиты фотонов, если вы на нее встанете, то вы фактически будете видеть свой затылок, потому что фотоны с вашего затылка, они вот обойдут по кругу и придут к вам глаза. Ну и вот на этой картинке показано сравнение двух ситуаций. Вот это, скажем так, обычное линзирование, то есть когда луч света отклоняется на малый угол. Значит, все вот эти, когда возникает несколько изображений, когда возникают дуги, когда возникают кольца, все это вот прекрасно описывается вот такой ситуацией. Но вот есть еще, за счет лучей света, которые сделают вот, например, один оборот, и потом придут к наблюдателю, за счет таких фотонов тоже образуется изображение. Вот их называют изображение высокого порядка. Значит, важно отметить следующее, что вот эта штука хорошо проверена в наблюдениях, а вот таких изображений высокого порядка пока что еще никто не видел. Их очень-очень-очень сложно пронаблюдать в силу нескольких причин. Но при этом все очень интересуются и пишут кучу статей на эту тему, вот таких изображений высокого порядка, потому что именно здесь мы имеем дело с сильной гравитацией, скажем так. То есть, поэтому вы можете в этом месте, так сказать, проверять разные альтернативные теории гравитации. То есть, смотрите, какая ситуация. Вот у нас есть общий теорий относительности. Все, что, скажем так, из нее следует... Нет, не так. Все наблюдения, которые сделаны сейчас, они этой общей теори относительности не противоречат. То есть, у нас нет ни одного наблюдения, которое бы противоречило общей теории относительности. Соответственно, вроде как у нас нет причин, какие, конечно, есть причины изучать другие альтернативные теории, но они должны в пределе тех наблюдений, которые сейчас делаются, совпадать с общей теорией относительности, то есть в том числе они должны предсказывать точно такие же углы вот здесь, иначе они просто будут неверные. А вот когда мы идем в область вот этих сильных отклонений, когда свет уже около черной дыры что-то наворачивается, здесь уже сильная гравитация, и здесь мы можем сравнивать различные альтернативные теории гравитации между собой, и поэтому масса народу этим занимается. Так, ну и теперь к заключительной части доклада переходим, может быть, к самой интересной. Это так называемая тень черной дыры. Фактически это то, каким образом мы эту черную дыру можем в кавычках видеть. Значит, еще раз, как я уже говорил, считается, что в центре галактики находятся сверхмассивные черные дыры. Значит, например, в центре нашей галактики, как следует из наблюдений, например, звезд, вращающихся около центра этой галактики, что у нас там находится очень компактный объект, очень большой массы, средоточенный на очень маленьком масштабе, и, в общем-то, сложно это интерпретировать как-то иначе, как что это черная дыра. Так вот, удаленный наблюдатель, то есть мы, например, с вами, он должен в кавычках видеть эту черную дыру, как некое темное пятно на небе. И вот это пятно называют тенью. Значит, для черной дыры в центре нашей галактики эта тень очень мала. Это вот оценка 53 микросекунды, микроарк секунды, секунды дуги имеется в виду, единицы измерения углов. Это примерно соответствует размеру грейпфрута на Луне, если смотреть с Земли. То есть вам нужна колоссальная разрешательная способность, чтобы увидеть в центре нашей галактики вот эту тень, вот это темное пятно. Тем не менее, сейчас уже два проекта начали над этим работать. Это Event Horizon телескоп и Black Hole Ham. И из-за этого, из-за того, что вот, возможно, там, не знаю, в течение пары лет люди увидят вот это пятно, сейчас это, ну, одна из самых популярных областей исследования в гравитационном линзировании. Значит, ну, давайте теперь разберемся, что такое вот эта тень черной дыры более подробно. Значит, ну, смотрите, черная дыра, что это такое черная дыра? Это область пространства-времени с очень сильным гравитационным полем. То есть это очень сильно искривленное пространство-время. Ну, и граница этой области называется горизонтом событий или гравитационным радиусом. Ну, и обычно, когда говорят про размер черной дыры, имеется в виду именно вот эта вот величина. Значит, свет из черной дыры выйти не может. Соответственно, ну, нет ничего удивительного в том, что мы ожидаем увидеть темное пятно на небе вот в том месте, где, как мы предполагаем, эта черная дыра есть. Тем не менее, вот, когда я только начинал заниматься вот этой темой тенью, меня очень, точнее, когда я еще не начал заниматься, меня очень удивляло, почему вообще, когда еще не разобрался что-то такое, меня удивляло, почему вообще люди используют какой-то другой термин. Почему они не говорят, вот мы там увидим там черную дыру в виде тени, увидим черную дыру в виде пятна. Почему люди говорят, увидим тень черной дыры, зачем нужно вот еще какое-то слово добавлять? Ответ заключается в том, что в результате того, что около черной дыры лучи света очень сильно искривляются и двигаются по очень криволинейным траекториям, то, что вы реально видите, вот это вот пятно, оно, скажем так, сильно отличается от реального изображения черной дыры. Вот если бы это был черный шарик просто. Вот эта тень, она сильно отличается от того, как черная дыра на самом деле выглядит. Если черная дыра сферически симметрична, то там разница только в размере. Тень будет больше, чем сама черная дыра, как бы. Пятно будет больше. Но если черная дыра вращается, то тень становится несимметричной. Еще раз, сейчас пока что давайте остановимся на мысли, что тень, она вот несколько по-другому выглядит, чем сама черная дыра. Возможно только в размере, но тем не менее. Значит, смотрите, вот как уже описывалось раньше, у нас траектория фотона определяется его прицельным параметром. То есть, вот видите, здесь я рисую три ситуации. Один фотон пролетает мимо, этот фотон захватывается, а вот этот попадает на вот эту так называемую фотонную сферу. И вот, собственно, вот эта фотонная сфера, она играет ключевую роль в том, какого размера будет тень. Значит, вот теперь смотрите, здесь потребуется воображение некое, чтобы понять эту картинку. Значит, это как раз то, как формируется тень. А на следующем слайде уже будет ответ на ваш вопрос. Значит, смотрите, давайте посмотрим сначала на картинку А, вот на эту. Значит, представим, что у нас есть наблюдатель и есть черная дыра вот здесь. И давайте мы представим, что наблюдатель не ловит лучи, не принимает лучи, идущие к нему, а наоборот сам их пускает. В физике обычно мы тут говорим, что он пускает лучи in the past, в прошлое. Типа мы как будто время обратную сторону запустили. В общем, представьте, что наблюдатель сам лучи излучает. И вот смотрите, опять-таки есть вот этот красный луч, который уйдет куда-то. Есть вот этот красный луч, который поглотится черной дырой. А есть вот этот вот луч, который я нарисовал оранжевым, который вот попадет на вот эту вот окружность, на фотонную сферу. И вот этот луч, он как бы является границей между вот этим типом лучей, которые поглотятся, и этими лучами, которые пролетят мимо и улетят дальше. То есть, ну вот, обратите внимание на вот эту оранжевую штуку. И теперь смотрите, получается, что вот если я вот тут такой вот конус нарисую вокруг этой оранжевой штуки, конус, который начинается в наблюдателе, продолжу его прямыми лучами вот по вот этой оранжевой линии, то теперь, смотрите, если мы посмотрим на картинку B, когда у нас есть все небо заполнено звездами и есть черная дыра, то вот тут потребуется некое воображение, то исходя из вот этой картинки можно понять, что вот в этот конус ни один луч света от вот этих вот не попадет. Он не может так изогнуться, чтобы пройти вот внутри этого конуса и при этом попасть к наблюдателю. Потому что тогда это был бы луч вот такого типа, а все такие вот этого типа, они все поглотятся. То есть, в итоге наблюдатель будет видеть, ну тут еще важное замечание, что вот здесь не должно быть источников. Если здесь будут источники, то, конечно, они будут видны нам вот здесь, если они где-то будут. Но смотрите, если бы черной дыры вот здесь не было, мы бы все вот эти звезды видели бы. А поскольку она здесь есть, то мы будем видеть вот такое вот отсутствие источников на фоне других источников. Это мы и говорим, что это темное пятно. То есть, как будто у нас есть фон ярких источников, и внутри вот этого яркого фона у нас есть темное пятно, и оно называется тенью. Ну, в общем, не знаю, как тут. Вы имеете в виду вот этих звезд? Да. Это отличный вопрос. Значит, картинка нарисована в приближении, как будто эти все звезды представляют собой некий однородный фон, который никак не искажается черной дырой. Естественно, если вот это... Ну, то есть, когда я вот это рисую, здесь много звездочек, это вот как будто это просто однородное полотно, я имею в виду. Но если действительно вот это реально звезды, то вот здесь вот около, конечно, будут сгущения, связанные с тем, что положение этих звезд будет искажаться самой черной дырой, да. То есть, на этой картинке это не учтено. Ну, по сути, там, где будут дальше моделированием, там, в общем-то, это видно. Будет. Ну, кстати, вот действительно, это хорошее замечание. Мы же как-то сами об этом не думали. Нам один из рефери как-то раз написал именно вот это же в статье. И теперь вот возвращаясь как раз к вашему вопросу. Вот смотрите, это, скажем так, популярные заблуждения, ну, ладно, пусть скажем громко, заблуждения на тему того, как интерпретируется тень. Значит, важно понимать, что тень это не изображение черной дыры. Это не просто, вот если вы возьмете вот просто черную дыру, вот она будет, и, допустим, у нас плоское пространство, лучи идут прямо, вот это был бы такой вот черный шарик. Он был бы вот такого размера, вот, ну, тут некие вот единицы приведены, двое. Вот, то есть угловой размер вот этого темного пятна, он не определяется вообще размером горизонта событий. Во-вторых, он не определяется евклидовым размером фотонной сферы. Евклидовым размером имеется в виду, что пространство плоское, то есть лучи идут к вам прямо. Реально размер тени определяется как бы областью внутри вот этого фотонной сферы, то есть фотонов, которые по окружностям там летают. И при этом еще лучи, поскольку они идут к вам, и они изогнутся по пути к вам, то эта штука еще дополнительно вырастет. И в итоге вот размер тени будет, ну, тут сколько это, два с половиной раза больше, чем размер как бы самой вот этой черной дыры. Так, ну вот, кстати, на этой картинке, вот смотрите, если у нас черная дыра, как это я уже, наверное, буду заканчивать. Значит, если у нас черная дыра вращается, то там получается так, что как бы с одной стороны, где фотоны идут как бы по вращению черной дыры, они легче захватываются, чем, точнее, наоборот, чем когда против вращения. Против вращения легче захватываются. И в результате у вас получается, что у вас вот эта тень, то есть то, как это на небе будет выглядеть, это вращающаяся черная дыра, которая аксиально симметрична. То есть, если бы просто на нее смотрели, вы видели бы симметричный объект по какой-то оси. Но у вас получится, что вот с той стороны, вот с одной стороны вращение по, другой против, и тень как бы будет деформирована и как бы с одной стороны поджата, что ли. То есть, сама тень будет не оси симметрична. И, собственно, в нашей галактике, в центре, как раз, ну, видимо, и ожидается, что она будет не симметричная. И, кстати, это как раз способ отсюда можно из того, как она сплюснута, вычислить, оценить, какой, ну, как сильно черная дыра вращается. То есть, чем она сильнее будет вращаться, тем больше эта штука будет деформирована. Так, ну и теперь вот мы, фильм «Интерстеллар», который вышел в 2014 году, режиссер Кристофер Нолан. Значит, там один из, нет, не автор сценария, автор идеи, научный консультант был Кип Торн. То есть, тот, который получил, это известный, в общем-то, ученый, гравитационист, астрофизик. Есть, например, известная книжка по гравитации, учебник трехтомный, называется «Гравитация». Там вот три автора, Мизнер, Торн, Уиллер, как раз вот Торн. В общем, это довольно известный человек, и он в этом фильме был консультантом научным. И именно он же еще раз получил Нобелевку за открытие гравитационных волн год назад. Значит, для этого фильма там была идея такая, что режиссер хотел, чтобы черные дыры, которые там показаны в этом фильме, чтобы они выглядели не просто что-то нарисовано, а вот чтобы они выглядели реально, как это следует из науки. И вот, например, моделирование, сделанное вот для этого фильма, около невращающейся черной дыры. Вот такое вот темное пятно. Вот так примерно оно как бы должно выглядеть. Но, кстати, возвращаясь к вашему вопросу, вот видно, что тут около, видите, вот там вот видно, что искажения есть. Тут даже что-то вроде каких-то дуг можно увидеть, если присмотреться. И вот следующая картинка, которая очень известна, это просто реально вообще кадр из фильма. Это тоже изображение тени черной дыры, но только вот тут еще, кроме черной дыры, есть еще такая вещь, называется аккреционный диск, слово аккреция. Аккреция – это падение вещества на черную дыру. То есть, короче, смотрите, вот если у вас есть вращающаяся черная дыра, вращающаяся, и на нее падает вещество, то это вещество, перед тем, как на черную дыру упасть, оно закручивается в некий диск такой, ну, чтобы представить, а-ля кольцо Сатурна, не знаю, закручивается такой диск вокруг черной дыры. И вот, собственно, этот диск мы здесь и видим. Но этот диск, вот этот светящий, значит, смотрите, вот эта вот центральная окружность, это тень черной дыры. А вот теперь вот этот диск, это вот вся вот эта штука, сильно искаженная гравитационным полем. То есть, вот переднюю часть мы вот тут видим, а вот эта штука, вот такая вот шляпа, это как бы задняя часть диска, она как бы для вас поднялась из-за того, что свет искривился. То есть, реально, это что-то вроде темного шарика с таким что-то вроде, ну, кольцом Сатурна, так, проще всего, представить вокруг него, но вот в результате линзирования он вот так вот исказился, его задняя часть поднялась. Вот, значит, вот еще раз, это кадр из фильма, и там было для этого фильма проведено моделирование. Вот они опубликовали статью, вот тут один из авторов Кип Торн, в которой они описывали, как в этой статье описано, как это моделирование было сделано. Ну, вот, собственно, смотрите, в 2015 году этот фильм получил Оскар за лучшие визуальные эффекты. И вот тут четыре человека получило, Кип Торна среди них нет. Это, собственно, команда, которая делала эти визуальные эффекты по его уравнениям. Ну, тут, если посмотреть, тут один человек совпадает. Пол Франклин вот здесь вот, и вот он. То есть, короче, Кип Торна у Оскара не получил. Но зато у него тоже все неплохо сложилось, он получил в 2016 году премию за другое. Вот, видите, за наблюдение гравитационных волн. Совместно вот с Райнером Вайсом и Барри Беришем. Так, ну и вот это мой заключительный слайд. Значит, как я уже сказал, что сейчас два проекта наблюдательных пытаются вот эту темную дыру, о, господи, черную дыру в виде тени в центре нашей галактики рассмотреть. Почему это было бы очень круто? Потому что это было бы, несмотря на все, что я сказал до того, что реально мы не видим сам горизонт, а размер определяется вот этой фотонной сферой, еще и увеличенной линзированием, тем не менее, это самый близкий наш подход, скажем так, к вот этому горизонту событий. То есть мы действительно будем иметь дело с вот этими случаями, с процессами, которые происходят очень близко от горизонта событий. И, ну, как говорят, наверное, именно только это может считаться прямым доказательством существования черных дыр, когда мы каким-то образом засечем процессы, которые происходят около горизонта. Значит, ну, тут два замечания еще, что, в принципе, люди, которые занимаются черными дырами, они, на самом деле, вот как бы до сих пор, если так уж строго, они говорят, что это кандидат в черные дыры. То есть, несмотря на то, что, ну, практически, я не знаю ни одного человека, который сомневался бы в том, что черные дыры есть среди ученых, скажем так, тем не менее, люди обычно говорят, что это кандидат в черные дыры. Например, в центре нашей галактики это кандидат в черные дыры, потому что мы понимаем, что вот это очень большая масса, сконцентрированная в очень маленьком объеме, и мы не можем придумать какой-то другой объект, который бы удовлетворял бы этим требованиям. Но, тем не менее, пока мы не увидим вот прямо процессы около горизонта событий, вот мы как бы не говорим, что вот мы реально видели черную дыру. Ну, и второе замечание здесь, что, на самом деле, когда вот наблюдали гравитационные волны, там первое вот это событие было слияние двух черных дыр. И поэтому, кстати говоря, в самой статье, в которой вот вышло вот это вот открытие, там, по-моему, в аннотации написано, что как бы они две вещи сделали, что они, во-вторых, открыли гравитационные волны, а во-первых, они тем самым доказывают и существование черных дыр, которые, при слиянии которых двух штук в одну, такой вот сигнал и получился. Так, ну и вот, собственно, если действительно в течение там пары лет или, не знаю, вот эти проекты наблюдательные смогут увидеть эту тень в центре нашей галактики, то, наверное, это сразу дадут Нобелевку. Вот. Потому что это будет прямое свидетельство и существование черных дыр, и подтверждение общей территории относительности, и вообще очень хорошо. Ну и на этой оптимистической ноте я и закончу. Спасибо большое. Вопросы, пожелания? А можно вопрос такой? А в какой сети мне Торн консультировал автором фильма? Понятно, как было допущено наживание, главная героя, что она играет способности удержать, а также вращаться с кем-то числа. Так, ну это я не могу точно ответить. Насколько я помню, я читал, там, я не очень помню, в чем его первоначальная идея заключалась, то есть как бы утверждается, что это он сам пришел к кинематографистам, чтобы вот они по вот этим моего идеям сделали кино. Но в чем конкретно его, собственно, идея заключалась, это я не помню. По поводу того, как он консультировал, вот насколько я понимаю, все сводилось как раз к тому, что он им, грубо говоря, записал уравнения некие, есть там фотографии, где он пишет эти уравнения, и они сделали вот эту картинку. Там были некие нюансы, связанные с тем, что все-таки на самом деле она чуть-чуть не так должна выглядеть, там еще немножко цвет должен отличаться, но Кристоферу Норлану это не понравилось, как это выглядит, они там что-то сделали одним цветом. Но, тем не менее, это одно из самых реалистичных изображений черной дыры, в принципе, сделанное, а уже для телевидения точно. Вот. Значит, касательно того, что там было с главным героем, я, во-первых, не помню. Я его смотрел, соответственно, 4 года назад, и поэтому я тут вот на тему того, почему он там выжил, не могу прокомментировать. Ну, кстати, я должен... Знаете, на сайте, по-моему, на сайте НАСА есть такой какой-то раздел, типа Frequently Asked Questions, и там прямо чуть ли не какой-то раздел, что-то вроде того, что объяснение там из фильмов, типа, что будет, если человек попадет там в всякие разные заблуждения, там из фильма гравитация, и как это все в реальности происходит, что будет, если человек попадет без скафандра в открытый космос, и вот куча таких вещей описаны, может быть, вы там что-то сможете найти, на сайте НАСА. Там есть вот... Они как бы уже очень сильно озадачены всем этим, ну, как бы, пиаром, взаимодействием с аудиторией, и там вот много таких вещей. Значит, ну, я, во-первых, до того, как что-то говорить, скажу, что я теоретик, и поэтому делите все мои слова по поводу эксперимента. Понятно, да? Значит, смотрите, вот тут написано VLBI Observation of Radiotelescope. Значит, самая сложная задача здесь это достичь, ну, уникально малого углового разрешения. Достигается это за счет того, что делается так называемая... Вот это VLBI, это значит Very Long Baseline Interferometer, насколько я помню. Делается очень большая так называемая база. То есть берется несколько телескопов, которые распределены по всей Земле, находящиеся в разных местах, и они одновременно наблюдают. И сравнивая наблюдения вот этих многих телескопов в разных частях Земли, и чем они дальше друг от друга, тем лучше, вы как раз сможете достигнуть... То есть чем больше вы сделаете расстояние между телескопами, которые вы используете, тем меньше у вас получится угловое разрешение. В этом основная мысль. Вот. Потом вот это вот здесь субмиллиметр. Значит, опять-таки важно, в каком диапазоне длин волн это наблюдать, потому что, ну, в разных диапазонах разные свойства, и в одних диапазонах вы просто тень не сможете увидеть, потому что там будут источники, которые все загораживают. И вот смотреть нужно, вот, как считается, именно в субмиллиметровом диапазоне. Потому что это очень маленькая штука. Если честно, как бы, очень многие люди сомневаются, что сейчас у них получится. Ну, то есть это... С технологической точки зрения это, как бы, колоссальная проблема, я бы сказал, увидеть объект такого маленького масштаба. Плюс еще, на самом деле, тут куча сопутствующих вещей, что вам нужно, чтобы у вас, чтобы увидеть пятно, нужно, чтобы было пятно на неком фоне, да. Ну, вот фоном обычно вот выступает вот этот вот аккреционный диск, то есть падающие там рядом эти частицы, высвечивающие фотоны. Но они при этом должны не загородить своим излучением это темное пятно. Ну, то есть, честно говоря, я не знаю, что у них там получится. Сейчас, фотонная сфера, она, это набор фотонов, в каком смысле ее излучение? А, окей, так. Они же там в каком-то ну, уравновешенном положении. Следовательно, они излучают более-менее в понятном диапазоне. Да, именно. И, соответственно, вот именно так, то есть нам надо, соответственно, именно поэтому смотреть, то есть они в рентгене, например, излучают, насколько понимаю, соответственно, мы и смотрим вот эти субмиллиметры, чтобы вот это нам не загораживало. Совершенно верно, да. Ну, скажем, не то, что вычесть, нам нужно просто смотреть в определенном диапазоне, а в другом не смотреть. Каждый у вас телескоп и спутник под какой-то диапазон заточен. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.